Девчонки Тоскана, Холмы, Солнце и шеф о двух звездах Мишлен. И самое главное, Тусенька, ты же наконец-то научишься готовить. Минсолом из рикота, итальято из бизона, дольче, фареньето, Туся. Да, только готовить мне теперь не для кого. Наташа, это все ужасно, но жизнь продолжается. Продолжается жизнь. Мы полетим, надегустируемся тосканский хрень. Плачем, поплачем, продышимся и решим, как нам жить дальше. Мы все решим. Нет, я не поеду, девчонки, летите без меня, я тут продошусь. Наталья Анатольевна, на процедурке через 15 минут. Процедурки. Тусечка, пока. Тихо-тихо-тихо-тихо. Пока. Надо выпить. Срочно. Ага, надо. Что мы теперь с ней делать будем? Вернемся, я ее к своему психологу отведу. Мы когда еще вернемся? А сейчас? А что сейчас? Ты что не видишь, она там замороженная? Видишь. Не каждый день муж на машине разбивается. Ой, не стони ты и так тошно. Да и не стонуй. Туши, теперь вообще работать придется. Строительный бизнес – прибыльное дело. Но все равно, как она теперь без Коли будет, не понимаю. Она же ни шага без него сделать не могла. Он же везде водителя за ней присылал. Такси вызовет. Да какое такси, Женька? Она же не знает, как это делается. Научится, но если хочешь, можешь остаться с ней и нянчиться вместо него. Знаешь? Знаю. На такое только он был способен. Угу. Как там она его все время называла? Мой любимый Коля. Он знает, Женька, а потому что одинокая. Не я такая. Жизнь такая. Жизнь такая. Где машина? Наташа, я все ваши медикаменты вот сюда кладу. Видите? Не забудете? Ну, а я пока похлопочу с обедом. Анна, не надо, пожалуйста, ничего готовить. Я потом попозже в ресторан схожу. Ой, ну так может кофе тогда? От головы помогает. В больнице небось не баловали? А я свежий только что сварила. Наташенька, мне неудобно вам говорить об этом, но и в больнице я вас не стала беспокоить. Ну, время оплаты уже прошло, да и на расходы денег не осталось. А, да, конечно, конечно. Я сейчас... А как Николай это делал? Ну, он перечислял на карточке зарплату на мою, а на расходы на другую. Вы меня простите, я не в курсе. Просто Николай всем занимался сам, все организовывал. Я даже не знаю, сколько. Я и не думала, что жизнь состоит из таких мелочей. Да, конечно, он вас оберегал. Я даже не знаю, как я теперь. Вы мне только номер карты на телефон пришлите. Хорошо, хорошо. Вы точно не хотите, чтобы я осталась? Нет, мне нужно самой. Я должна сама. Ну, хорошо, держитесь. До свидания. До свидания. Ну, наконец-то ушла. Тусь, ты меня слышишь? Тусь, ты что меня слышишь? Я так понял, и видишь. Это замечательно. Тусенька, замечательно. Ты, главное, успокойся сейчас, хорошо? Я понимаю, в это очень сложно поверить, но это я. Я живой. Ну, вроде как живой. Тусенька, дорогая, иди сюда. Тусь, ну что ж ты ведешь меня, как маленькая девочка? Вон, чашку мою любимую разбила. Я тебя очень прошу, пожалуйста, ты, главное, успокойся. Успокойся и не нервничай, потому что если ты будешь нервничать, ты можешь упасть в обморок. А я, а я не смогу тебе вызвать скорую помощь. Я тебя очень... Господи! Тусь, пожалуйста, ну не нервничай. Правда, успокойся. Вдохни глубоко, давай. КРИК Да прекрати ты, ну что ж ты... Тусь! Хотя я тебя прекрасно понимаю. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, Наташенька. Здравствуйте, Елена Леопольдовна. А чего вы так налегке? А это я прогуляться решила на горку. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Тусь! А-а-а! ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Я все еще его вижу! Туся! Я все еще его вижу! Туся, просни, пожалуйста, я не хотел тебя пугать, успокойся! Я не сумасшедшая! Не сумасшедшая! Иначе бы я просыпиваю по себе. Ты не сумасшедшая, ты совершенно здорова. Это я! Это я, ну, как бы призрак. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Наташенька, с вами все в порядке? ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Так это же мне все кажется! А из-за стрясения? Нафташа, простите меня, пожалуйста. Я вовремя не выразила вам свои соболезнования. Ты же пойдем домой, а? Ведь у меня тоже муж очень рано ушел. Это пройдет. Тебя никто не видит, кроме меня? Ну, я кроме тебя никому не нужен. Как ты мог меня бросить? Оставить одну? Тусь, я тебя не бросал. Я бы тебя никогда не бросил, но ты выжил, а я нет. Родная, пойдем домой. Мне нужно многое тебе объяснить. Пойдем. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот ты только что сел. А почему ты сидишь? Ты же должен провалиться вниз, а потом сквозь землю. Туся, я не знаю, ну как-то так. Я вообще не знаю, что я должен, что не должен. Ты меня видишь? Ну и слава богу. А, то есть ты еще сквозь стены, наверное, можешь проходить, да? Так, Тусенька, дорогая, возьми-ка лакнот и ручку. Мне вообще нравится, что твоя любознательность никуда не исчезла, потому что именно это нам и поможет завершить все наши дела. Я ничего не понимаю в твоих делах. Ты мне даже никаких инструкций не оставил. Дорогая моя, я и есть твоя инструкция. Давай, иди сюда, соберись. Ты обещала Ане отправить деньги. Записывай ее, номер банковской карты. Ноль три, девятнадцать семьдесят пять, шестнадцать, двенадцать восемьдесят два, три нуля единицы. Все помню. Послушай, а ты теперь не владеешь случайно навыками телепатии, нет? Просто тогда мне не пришлось бы разговаривать с тобой при людях. Нет, не владею. Ну ты не бойся, я буду всегда рядом и при необходимости тебе все подскажу. Только, пожалуйста, не говори со мной. Ну ты же знаешь, что решать это не мое. Туся, у тебя есть два недостатка – красота и скромность. Так что с молчанием ты справишься. И потом, все бумаги у тебя в порядке. Я проверил. Отдаешь документы. И все. Я вас поняла. Мы можем это сделать, но не сегодня. Вот список документов на переоформление. У нас все есть, нам нужно срочно. У нас все есть, нам нужно срочно. Нам? Мне нужно срочно. Хорошо, но завтра. Это займет некоторое время, а мы уже скоро закрываемся. Да она просто работать не хочет. Тут делать всего-то минут двадцать. Она вот сидит с молодым человеком переписывается, флиртует. Скажи ей об этом. Я так не могу. Что, простите? Не могу. Простите, а может быть, вы все-таки… Наталья Анатольевна, я завтра лично займусь вашим вопросом. Сразу после открытия. Хватит линтовать со своим хахалем! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Что такое? Ну, если вам не подходит утро, так, конечно… Хотите хоть? Как? Как у тебя это получилось? Да я сам не понимаю. Мне, конечно, там рассказывали, что существуют какие-то метафизические импульсы, но… Подожди, а может быть, ты с каждым часом становишься живее? В смысле? Ну, сначала я тебя не видела, теперь вижу. Вначале у тебя не получалось прикасаться к предметам, а теперь вот компьютер. А может быть, завтра… Туся… Тусенька, дорогая моя… Я умер. Я это знаю точно. И тебе пора привыкнуть к этому месту. Чудес не бывает. Сказал призрак. Осталась маленькая формальность. Что я должна сделать? Что я должна сделать? Подписать. Ну, все. Теперь остается только занять мое место в фирме. Что? Занять мое место. Занять твое место? Угу. Ты о чем говоришь вообще? Нет, я не смогу. Я… я… я не хочу, я не справлюсь, я не смогу. Это не мое. Я… я человек совершенно… И вообще… я проголодалась, я домой хочу. А… а что я? Я уже супер. Я никого не держу. Ты видишь, таким же, как ты? Нет. Мне вообще кажется, что я такой… один. Тебе не страшно? Нет, не страшно. Мне даже умирать было не страшно. Может быть, потому что… Это так быстро произошло… Фух! И все. А вот за тебя было страшно. А что я? Меня выкинуло из машины, и я, как говорят, прекрасно отлежалась в мягких кустах. Это да, но… Ну, понимаешь, я чувствовал, что тебе было очень больно. Мне очень больно сейчас, когда тебя нет. Тусь, я здесь. Завтра, послезавтра… Возможно, все пройдет. Нет, за завтра мы точно не успеем. Чего не успеем? Разобраться с фирмой. Я же тебе говорил. Ну, и… Еще есть кое-что. Тебя что, прислали с какой-то секретной миссией? Нет, то есть меня не прислали. Меня сюда отпустили, чтобы я тебя поддержал, пока ты не научишься жить без меня. А я плохая ученица. Я буду постоянно оставаться на второй год. Я не хочу этого. Потому что молодой и красивой женщине не гоже жить с призраком. А все-таки жаль, что у нас нет детей, да? Да. Жаль. Не будем о грустном. Давай-ка лучше… Давай потанцуй. Давай-давай. Давай, Тусь. Нет, это сон какой-то. Ну, обними меня. Положи голову на плечо. И закрой глаза. Я чувствую твое дыхание. То есть ты его просто помнишь? Нет, чувствую. Ой, Тусь, извини, ты пошла не в ту сторону. Точно сон. Зачем я вообще на эту авантюру согласилась? Ну, что я там делать буду? Так, успокойся. Я тебе все подскажу. Только, пожалуйста, Туся, давай его не в этом. Почему? Ну, что это за вишенки, шортики, ботфорты? Ну, ты же мне все это сам купил. Да, но… Пожалуйста, не забывай, что ты печальная вдова гендиректора и владельца огромной компании. И поэтому должна произвести соответствующее впечатление. Да я все время об этом забываю. Ну, хорошо, значит, нужно что-то черное. Ну-ка. Ну, вот это. Ну, вот. Замечательно. Отлично. И еще макияж. Еще раз напоминаю, Светлана секретарь. Знает про всех все. Поэтому ей полагается повышенная зарплата и немного внимания. Недавно у нее был день рождения. Подарок у тебя с собой. Добрый день, Наталья Анатольевна. Здравствуйте. Светлана. Светлана. Николай Сергеевич всегда говорил, что вы его правая рука. Да, спасибо большое. Мне так жаль. Действительно, очень жаль. Мы буквально осиротели. Подарок. Но Николай до сих пор заботится о всех нас и очень хочет подарить вам это, но не успел. Спасибо большое. Что я могу для вас сделать? Вы, наверное, хотели сразу к исполнительному, да? Кавалерия наша. Да, ну и вообще, покажите мне все тут, как устроено. Хорошо. О, Степан, менеджер по продажам. Ужасный менеджер, уволь его при случае. Здравствуйте. Прекрасно выглядите. Вы тоже, спасибо. Перестань улыбаться, ты не похожа на вдову. Что, мне лимон, что ли, съесть? Простите, что? Неважно. Я попрошу, что вы приготовили. Пойдемте. Соберись, не разговаривай со мной при людях. Это кабинет Николая Сергеевича. Наталья Анатольевна, заместителя Николая Сергеевича пригласить? Да, через пятнадцать минут пускай поволнуется. Да, через пятнадцать минут пускай поволнуется. Ага, хорошо. И я так поняла, чай с лимоном? Да, как я любил. Да, как он любил. Ага, поняла. Такая утрата. Лично для меня Николай Сергеевич был как отец. Ну, как брат. Старший брат. Это Олег. Редкостный под Халим и Проныра. Будь с ним поаккуратнее. Я вам даже скажу больше. Если бы он в свое время не взял меня в компанию, я бы... я просто не выжил. Олежка, ты бы выжил в яме с крокодилами и через неделю уже торговал обувью из их кожи. И мы с Валентиной, как заместители и друзья вашего мужа, готовы оказать вам всестороннейшую, так сказать, помощь психологическую. Да ладно. Вот. Так. Ты чего молчишь? Скажи что-нибудь. Что? 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 Ну, скажи, что ты постараешься хорошо управлять компанией. Ну, я постараюсь хорошо управлять компанией. Да уж постарайтесь, пожалуйста. Компания в задницу. Простите. После смерти Николая Сергеевич. Поставщики в панике. Требуют возврата кредита. Кто будет руководить компанией? Я? Наверное. Ну, давай, давай. Скажи громче. Громче. Я буду управлять. Что подписывать? Надо сокращать издержки. Увольнять лишних сотрудников. Ой, а давайте вы будете сами издержки сокращать, а с увольнениями я как-нибудь потом разберусь. Ну, мне же нужно время, чтобы там в курс дела войти. Войти в курс дела? Это очень смешно. Скажите, а вы когда-нибудь руководили компанией? Валя, Валентина, что? Не надо сейчас давить на Наталью Антонову. Она в непростой ситуации. А дадим ей возможность вникнуть, так сказать, присмотреться к процессам. Да? Наталья Антоновна. Да, я очень хочу вникнуть в процесс через 15 минут. Ну и познакомиться со всеми. Простите, познакомиться со всеми? Понятно. А где? Где-где? Где? В комнате для совещания. Я пойду. Всех позову. Мы пойдем. Что ты на смотришь? Ничего, тут ничего. Нормально. Нет, я не смогу. Сможешь, Луся. Я рядом. Наша высотка стоит на ветряных горах. Она жрет смеси, как не в себя. А Палистан вообще оборзел. Поднял цены. А смеси — это… Это же что-то пищевое? Строительная смеси, Наталья Антоновна. Бетонная. Послушайте, может, вам действительно взять время войти в курс дела? Потому что это не совещание. Это анекдот. А вот это что такое? Туся, ну соберись, а? Соберись, родная. Посмотри на них, а? Ну, посмотри, посмотри. Они же все тебя игнорируют. Они же множат тебя на ноль. Ты же хозяйка. Ты должна это показать. Ты должна что-то сделать. Ну, ну, давай. Ну, встань. Ну, дай. Туся! Ну! Пока вы обсуждаете свои проблемы, я, пожалуй, выйду. А когда будете готовы, мы продолжим. Это было неожиданно. Но они в тебе еще не видят босса. Пока. Что же мне делать? А вернись-ка и уволь кого-нибудь. Кого? За что? Да не за что. И не важно, кого. Просто… просто уволь. Ну, вот хотя бы этого Степана, менеджера по продажам, все равно ничего не продает. Я так не хочу. Я так не могу. Это абсурд. А твои решения и должны быть абсурдны. Потому что именно на этом и держится вся власть в моей компании. Так вот как у вас вот все устроено, да? Туся, пожалуйста, сделай так, как я тебя прошу. Я думала, что ты вернулся для того, чтобы мне помочь. А ты пытаешься меня переделать. Малыш, вот это все мне уже не нужно. Это нужно тебе. Поэтому соберись. Возвращайся и действуй. А ну-ка, постой. Чего? А ты почему в зеркале отражаешься, а? Я призрак, а не упырь. Поэтому, коллеги, еще раз прошу, по каждому департаменту список вопросов, пожалуйста. Наталья Анатольевна, я думаю, что… Молодой человек. Леонид. А? Вы уволены. Туся, мы говорили про Степу. Я? За что? Ну, если вы не понимаете, за что, то тем более вам здесь делать нечего. И… Степа? Степа, Степа. Степа тоже уволен. Это шутка, что ли? Нет, это не шутка. Немедленно покиньте помещение, иначе я позавахну. Степа, пошли. Я, конечно, дико извиняюсь, но эти два человека вели у нас оптовиков. Увольнять их в момент, когда в конторе кризис, это просто… Это просто блестящее решение, Наталья Анатольевна. Я так считаю. Спасибо. Еще распоряжения будут. А купите мне новое кресло. Вот это такое неудобное. И стены перекрасьте в какой-то яркий цвет, а то так мрачно. А хочется праздника. Ну, праздник, похоже, уже в разгар. Наталья Анатольевна. Наталья Анатольевна, я хочу сказать, что вы сейчас все сделали правильно. Характер у вас и при этом красивая женщина. Просто два в одном. Я восхищен. Спасибо. Я домой, наверное, сейчас. Как домой? Вы же сами сказали, что хотите все посмотреть. Я всех обзвонил. Подрядчики вас ждут. Так сказать, король умер. Да здравствует. Король. Наталья Анатольевна, простите. Простите меня, пожалуйста. Я не так выразился. Но это действительно очень важно для вашего бизнеса. Нам нужно съездить на объекты. Я буду рядом. И все вам покажу. Пойдемте в машину Наташи. Можно я буду называть вас Наташей? Нет. Как? А вот сюда. Это я буду рядом. Я всегда любил его очень. Время года, что зовется осень. Прошу вас, Наталья Анатольевна. Вот мы, собственно, и пришли. Сюда подниматься. Надеюсь, здесь не так грязно, как на лестнице. Прошу. Посмотрите, какой вид отсюда. Давайте туда не пойдем, пожалуйста. Я высоты боюсь. Какая высота? Всего лишь восьмой этаж. Ой, не могу. Мне плохо. Наталья Анатольевна, Павел Дмитриевич, сходите, пожалуйста, принесите нам воды. Да-да, я понял. Наталья Анатольевна, все в порядке? Да. А-а-а, все, я понял. Я понял, я понял. Смотрите сюда. Вы сюда в одну точку смотрите. На глазточку. Смотрите, ага. Раз, два, три. Лучше? Да, уже лучше, спасибо. Ой. Вы просто мой спаситель, Олег. Какой я там спаситель, Наталья Анатольевна? Здесь ничего личного. Это, как говорится, просто бизнес. Воды срочно! Тут, видите, каждый готов для вас лепешку расшибиться. Ну, не каждый. Сегодня в офисе на меня Валентина так смотрела. Даже страшно к ней спину отворачиваться. Ну, у Валентины к вам особое отношение. К смысле особое отношение? Мы же с ней только сегодня познакомились. А, это я просто не так выразился. Скажем так, ничего особо не было. В смысле, уже нет. Простите? А что это вы так, Олег, в лице поменялись? Я? У него были отношения с моим мужем. Нет. Нет! Особые отношения, да? Ничего такого не было. Я просто перепутаю. Я просто вырвалась. Мне надо побыть одной. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Где ты? Где ты прячешься? Быви сейчас же. Нам надо поговорить. Я здесь. Как ты мог? Как ты мог, а? Как ты мог врать мне все эти годы? Да ты все себе выдумала. Ничего не было? Не смей! Не смей мне врать! Сейчас я все равно узнаю! Господи, сколько! Семь лет! Семь лет я жила ради тебя одного! А ты все эти годы мне врал? Да я тоже жил ради тебя. Я же оставался с тобой. Из жалости? Да? Интересно, а чего тебе не хватало? Ты же на всех углах кричал, какая у нас идеальная семья! Просто сказка! Да, но жизнь, Туся, это не сказка! У меня тогда были крупные проблемы в бизнесе. Все катилось к чертовой матери! Ну ты ж у нас идеальная! С тобой же о проблемах не поговоришь! А Валя другая! Ну, вообще, это правда. Как-то случайно получилось. Случайно? Получилось! Я случайно решил поговорить с ней в постели о бизнесе! Стой, стой, стой! Чтобы по бизнесу проговорить, да? Успокойся. Уже ж ничего нет. Уже меня нет. Ты был. Для меня ты был. Мой идеальный Коля. Единственный. Даже когда тебя не стало, ты был. А теперь да. Тебя нет. Нам надо поговорить. О чем? О том, что жизнь гораздо сложнее, чем ты себе ее представляла. Я поняла. Ты специально вернулся сюда, чтобы отмазаться, да, когда я обо всем узнаю. Нужны индульгенты? Давай только без этой сериальщины, хорошо, Туся? Сейчас принесут. Ну а что же вы, Наталья Анатольевна, всю дорогу молчали? Вам наша стройка, ваша стройка не понравилась? Нет, ну что вы. Все прекрасно, замечательно. Столько впечатлений, так много новых открытий. Это вы про вашего мужа. Вы знаете, я вам там сказал и повторю. Николай Сергеевич никогда себе… Олег, не надо. Я все знала. Догадывался? А вот это смешано. Понимаю. Понимаю. А знаете что, Олег? А давайте с вами сходим куда-нибудь. Вдвоем. Поужинаем. Вы мне поподробнее расскажете о компании. Неожиданное предложение, Наталья Анатольевна. Ты что, ты собралась мне отомстить с ним? Ну это ж глупо. Я знаю, звучит глупо, но раз другие делают глупости, мне что нельзя? Так ведь? Руку убери. Давайте делать глупости вместе. Слышь, руку убрал. Вот и договорились. СМЕХ А, так. Шикарно. Тогда иди до конца, поцелуйтесь. Но работа, прежде всего, поедем в офис. Очень хочется пролить свет на некоторые нюансы работы Николая. Пролей, пролей. А я пролью. Ну а ты пролей. Пролью, не сомневайся. Ну так я не сомневаюсь. СМЕХ 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 Нормально? Хорошо? Нормально работалось. В последнее время было нелегко. У фирмы сейчас тяжелые времена. И вы, как наследница мужа… Вот именно! Мужа! Должны принять решение. А вы не сомневайтесь. Я приму решение. Что мы делаем с фондом? Каким фондом? Фондом для мальчика. Какого мальчика? Сына Николая. Что? Какого сына? Так он не в курсе. Незадолго до смерти Николай узнал, что у него есть сын. Мать неизвестна где, мальчик в детдоме. Николай хотел создать фонд финансовой опеки мальчика, но не успел. Буквально пару дней. Так что теперь вам решать. Ну, Наташа! Ну, успокойся! Это было… Это было задолго до тебя, понимаешь? Я даже не помню. Это была какая-то стриптизерша там. Ну, или танцовщица. Прекрасно, ты даже не помнишь. Фантастика. Так ты для этого сюда вернулась, да? Классно. Нет, я вернулся ради тебя! Я ради тебя вернулся! Не ври! Ну, хорошо, ради него тоже. Почему ты мне ничего не сказал? Ну, я не знал, как ты на это отреагируешь! Скажи, а сколько ты меня брал? Неделю, две, год, пять лет? Ну, успокойся, правда, ну, успокойся. Ты просто подпиши бумаги, открой фонд и не лезь туда больше! Нет, я влезу! Я влезу и я сама решу. Открывать этот фонд, не открывать… Наташа! Что, Наташа, это ведь твой сын, правильно? А я руководитель, да откройте! Наташ! Наташ, ну, не надо тебе! Да не надо! Стой, где стоишь! Да, и домой сегодня можешь не прилетать. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Здравствуйте, вы по вопросу усыновления? ЗВОНОК В ДВЕРЬ А я… Да, Михаил Олегович у себя, пойдемте! Холмыкова, ты опять, а ну, вернись! Пойдемте, пойдемте! Пожалуйста! Ну я не совсем, застегнись, пожалуйста! Застегнись, холодно! Саша, он очень интересный мальчик. У него инженерный склад ума. Простите, пожалуйста, вы его мать видели? Ну, то есть она часто приезжает? Нет. Она лишена родительских прав. И вообще, кажется, давно уехала из страны. Ну, или умерла. Жаль. Да, как много у вас тут таких детей несчастных. Они не несчастные. Да? У нас замечательное заведение, одно из лучших в стране. Собственно, вы чего хотели? Вы хотите усыновить ребенка? Я? Простите, у вас с мужем были свои дети? Извините, есть дети? Нет. Почему? Ну, знаете, как оно бывает часто? Вначале муж говорил, что не время, а потом, что нужно для себя пожить. Ну, да, понятно. Сейчас много и так живут, как вы. Образование у вас есть? Два. Неоконченных. Работа тоже не окончена или еще не начиналась? А что вы так со мной разговариваете? Нет, она началась. Между прочим, у меня от мужа компания осталась. Нет, нет, простите, ради бога. Просто я не успел вам все рассказать о Саше. При всех его достоинствах он очень сложный мальчик. Он считает, что мать его предала. Но отец тут вообще последний год как привидение. То появляется, то исчезает. Последний год, да? Угу. Знаете что, а давайте я действительно усыновлю этого мальчика и все будет в порядке. Где нужно, здесь подписать? Я подпишу, давайте. Нет, давайте сначала мы начнем со знакомства. Саша, ты сейчас оденься потеплее, да? Наталья Антонина хочет с тобой пойти на прогулку. Ну да, а что, там и познакомитесь поближе. Ты что, прям вот сейчас что ли? А что, Саша, я разговариваю с ней, она вроде нормальная. Да они все вроде бы нормальные, поначалу. А вот потом? Саша, ты же знаешь, что решение будет зависеть только от тебя. Мы ждем тебя на улице, хорошо? Я тебя прошу, ты отнесись к этому серьезно. Угу? Завхоз, привет. Я слышал, у тебя опекун намечается, да? Да никто у меня не намечается. А эта тетка кто? Да я не знаю, может, с неба свалилась. Что ты тут нам лапшу вешаешь? Завхоз, садись. Я же думаю, ты помнишь, что выход отсюда платный? Да помню, конечно. Поэтому я никуда и не собираюсь. А чего? Ты наоборот, сходи. К ней домой сходи. Интересненькое для нас что-нибудь найди. Ну а если я не пойду? Проблемы у тебя будут. Да тише, тише. Я думаю, завхоз у нас умный парень, да, завхоз? Выпендриваться он не будет. Ну если нет. А если нет, то проблемы у тебя будут. Большие проблемы. Я понял. И да, завхоз. Про интересненькое не забудь. Вот он. Спасибо. Привет. Давай знакомиться. Ты Саша, я Наташа. Чего вам надо, Наташа? Ого. Ты что такой серьезный-то? А ну подвинься. Ты, наверное, телец, а? Гадала? А вот я водолей. А вот я в эту зодиакальную чушь не верю. Ну хоть знаешь-то, что за три тысячи лет со звезды сместились. И вы, ну никак не водолей. А козерог. Ладно, давай. О, нормально. То есть ты еще и умный, да? Да, я умный. А вы кто? Я? Я жена твоего папы. У меня нет папы. Как это нет? У тебя есть папа? Был? Просто он очень хотел, но не успел. Потому что сбежал. Потому что он погиб. А это разве не одно и то же? И подожди, ты куда? Погулять. Ты что такой кислый? Прикольно же было. Что прикольно? Костиковые скелетики и паушки на резинках. Детский сад. Ну не знаю, мне понравилось. Понравилось. А как погиб мой отец? Авария. Авария. А вы, значит, выжили? Может, это вы его убили, а? Совсем, что ли, обалдел, а? Ты соображай, что говоришь. Чего же вы тогда веселитесь-то? Я не веселюсь. Я все делаю, что в моих силах, чтобы ты не ходил с такой кислой рожей. Понял? Зачем я вам вообще сдался? Я же вам чужой. Я не могу сейчас приехать ни на какую стройку. Я занята. Ну, хорошо, хорошо. Я... Мы скоро будем. Слушай, мне тут надо на стройку срочно ехать. Там тоже вопрос жизни или смерти. Ну, в общем, поедешь, нет? Поехали. Все же лучше, чем детдом. И вот здесь вот еще подпишись. Угу. Пришлой, Петрович, с тобой звонок, если... Ну, а как же? Кто его знает, что у вас тут творится? Слухи хотели, что вы вообще развалились. Ну, видишь же, целая к себе пришла. Не развалились. Что у тебя творится на площадке? Балой! А ну, славь с эскаватора! А то сейчас по голове получится! Не кричите на ребенка! Конечно, он мне эскалатор сломает! Ну, какого ребенка? Ну, вон уж! Ну, стой! Стой! Стой, стой, стой! Автономлю, я сказал! Стоп! Что, непонятно! Я тебя на автономлюсь! Саша! Это ваш способный малыш! Как вырастет, пусть ко мне приходит работать! Саша, ну ты что творишь, а? Ну, то есть, ты, конечно, молодец, что разобрался. Горжусь! А чего вам гордиться? Вы же не моя мать! Или захотели ей стать? Валентина, если здесь все готово, то, наверное, с Сашей домой поедем? Конечно, Наталья Анатольевна! Я здесь сама закончу! Эй, постой! Саш! Так получилось, что это последняя фотография твоего папы! Понятно! Он у тебя хороший! Правда! И ты хороший! Я нехороший! Ой, я совсем забыла! Там Анна Владимировна должна была нам что-то вкусненькое приготовить! Я пойду гляну, а ты телевизор посмотри! А Анна Владимировна, это кто? А это наша помощница по хозяйству! Приходит пару раз в неделю, убирается, готовит! Смотри, какие враги! Отпад! Пробуй немедленно, нереально вкусно! Я потом там... Отвертка есть в доме, просто ручка разболталась! А, ну, есть, наверное, я могу пойти поискать! Да, пожалуйста! Это шотвертка? Крестовая! Ну, ты просто мастер! Прямо как твой папа! Я никак! Я сам по себе! Ладно, дальше! Дальше я сам! Угу! Ну, ты пирожки-то с телефона возьми, мы за счет покупаем! Я вас не просила, вы сами ее купили! Ну, хорошо, пирожки не хочешь, телефон возьми! Нужно иметь! Не нужно, нет, тут ни у кого телефона нет! Кому звонить будут! Мне? Слушай, а давай я тебе завтра позвоню и в кино позову, а? У вас что, работы нет? Есть, но для тебя время всегда надо! Может, меня еще не отпустят? Отпустят, я договорюсь! Здравствуйте! Здорово, Саша! Наташа, помнишь, ты однажды завела собаку? Какую собаку? Ну, ты увидела щеночков, ми-ми-ми и все такое. Ну, и где теперь этот пес? Барни прекрасно себя чувствует и счастлив у Ленки. Ну, а что он перегрыз половину моей обуви, что мне еще оставалось делать? Он стал абсолютно неуправляемый. А ты думаешь, ребенок будет сидеть на табуреточке и мило улыбаться, да? Нет, я так не думаю. Наташа, ребенок – это не собака. Ребенок – это проблемы. Ребенок – это постоянные проблемы. И ты к этому не готова. Да? Да. А вот мы проверим, к чему я готова, а к чему нет. Поехали! Я ведь о тебе беспокоюсь, Валечка, как о старом боевом товарище. Ну, вот сидишь ты в офисе до ночи, а толку? Ох, посадил я вчера перед собой Наталью Анатольевну, показал схемы, объяснил все в терминах, так сказать, средней школы. Да, она не гендир, это очевидно. Да, она и не владелец фирмы, это очевидно. Ты мне скажи, а ты-то сама эта должность к себе не примеряла? К чему это ты клонишь? Что ж ты мне белоснежку включаешь? Где это, пять лет назад пришедшая к нам девушка, искрящаяся, летящей походкой, корона небеса царапает, вся такая... Я никогда не стремилась стать генеральным. Ах, да, я забыл. Ты ж всегда стремилась стать с генеральным. Взрываешься, Олег. Это она нас с тобой зарывает, Валя, мужа своего зарыла, а теперь и компанию зарывает. И сидишь ты тут передо мной, одинокая, уставшая, без пяти минут, безработная женщина. А что это ты мне, Олежка, Стаса Михайлова включаешь? Есть какие-то конкретные предложения? Все мои предложения, Валя, ты знаешь. Предлагаю сыграть с ней, так сказать, в одни ворота. Нет, Олег. Мне такой футбол не нужен. У тебя на совести шестьдесят семь человек. Вот... Вот... О, Светочка, на работе в такую рань, молодец. Вот, утреннее проветривание кабинета. Парадокс, меня уже нет, а приказы исполняются. Свет, ты что? Так. Не понял. Черт, да на всем крышка. Слышь, может? Так, заканчивай с этим быстрее, нам нужно срочно в офис. Между прочим, ты всегда думаешь о своем бизнесе, а у меня есть свои дела. Да, твои неотложные дела подождут, потому что есть вещи поважнее. А кто-то пытается украсть нашу фирму и, соответственно, наши деньги. Так, перевесни страницу. Дескай, грамота какая-то. Покажи последнюю страницу. На налет. Ясно, однодневка. Однодневка, как бабочка, что ли? Да, на завтра ее не будет, а наши подряды упорхнут куда подальше. То есть я не подписываю? Нет, ты не подписываешь, не подписываешь! Что ты на меня кричишь? Я тебя просто спросила, не подписывать? Если я спросила тебя подписывать, тогда я понимаю, ты бы на меня кричал. Наталья Анатольевна, вы меня звали? Нет, Светлана, я вас не звала. Селектор сработал. А вы уже подписали новые договора? Так, спроси, кто это подсунул. Светлана, а кто вам? Стоп! Она может быть с ними заодно. Слушай, Наталья Анатольевна, кто вам вообще сказал, что я буду подписывать, не читая? Я должна внимательно изучить перед тем, как подписывать. Ясно. Что-нибудь еще? Две маленьких чашечки кофе, пожалуйста. А может быть, вам одну большую? Ну, или так. Хорошо. Судя по тому, как торопит тебя Светлана, это подсунуло кто-то из моих замов. Валентина или Олег. Валентина или Олег. Опять это Валентина. Знаете, кто ему подножку подставил? Ты? Нет. А кто? Знаешь, Серого. О, идет. А ну, Завхоз, иди сюда. О, Завхозушка. Ты же Машку Зиновьеву знаешь? Девчонка твоя? Ну, знаю, конечно. Я к ней не подкатываюсь. Еще б ты к ней подкатывал. Знаешь, что тогда б тебе Макс сделал? Знаю, не дурак. Прикиньте, даже я не знаю, что бы я с ним взял, а он знает. Эйнштейн, изобретатель радио. Так вот, ребят, что мы здесь собрались? У нее скоро день рождения. И ей нужен что? Подарок. А для подарка нужно что? Деньги. И эти деньги достанешь ты мне. Только погодите, ребят, я вчера штуку принес. Ну, скажем так, этого мало. Мне нужно три раза по три штуки. Хочу смартфон ей подарить. Фига себе. Я воровать больше не буду. Кто тебя воровать просит? Мне без разницы, как ты насобираешь эти деньги. В карты выиграешь, кредит в банке возьмешь. Ну и я паспорт. Мне главное, чтобы деньги были. Ясно? Что это? Фуфлок на почту. Да по нему даже звонит стрёмно. Знаешь, но иногда такая фигня может той, как понадобится. Поддержи его. Ты что? Ты с ума сошла, что ли? У тебя что, осеннее обострение женской логики? Слушай, может быть, мне вообще перестать с тобой разговаривать, чтобы ты прекратила называть меня сумасшедшей? Чего это такие мысли? Я построил весь этот бизнес. Я! А я лучше разбираюсь в людях. Твой Олег с двойным дном. А с Валентиной у нас, как выяснилось, немало общего. Что у вас общего с Валентиной? Ну, например, мы любили одного и того же мужчину. Мне нужно срочно встретиться с твоим сыном. Наташа. Наталья, Наталья, тогда можно? А ты пока выпей кофе. И остынь. Наташа! Ага. Поняла. Это мой кофе. Это мой кофе. Занята? Ты по делу? Естественно, по делу. Говори. Сегодня утром я пытался подложить нашей директрисе документы с переводом заказов на подставную фирму. И? Возможно, просекла. Но тут у меня появилась идея получше. Чуть корректируем устав. Два-три решения совета директоров за одним числом. Ну, а дальше реставризация компании. И продаем по частям. Мы с тобой в шоколаде. М? Олег, ты давно у Лоры был? Что? Ну, со слухом все хорошо. Я же сказала, я в твои игры не играю. То есть все-таки упорствуешь. А ты не думала, что кто-нибудь возьмет и подставит тебя с твоими спасительными предложениями по выходу из кризиса? Да? И кто же этот кто-то? Это кто угодно. Так, Олег, послушай мне внимательно. Банкротить фирму я тебе не дам. Валя. Валя, Валентина. Я прошу тебя, подумай. Ведь ты тоже не перевариваешь нашу драгоценную наследницу, а? Да. Но я не дам тебе разрушить дело жизни ее мужа. Понял? Где они все ходят-то, а? Саш. Сам написал, надо срочно встретиться. Теперь сидит, молчит. Саш, я ничего не писал. Я уж обрадовалась, думала, ты в кино намылился. Пойдем сходим. Саш. Так, ну ладно, я пойду, найду эту официантку. Фантастика какая-то. Саша. Простите, я не хочу. Нет, это... Ты меня прости. Я просто не понимаю. Саша, я не буду тебя ругать. Саша, не молчи. У нас в детдоме есть правила. Правила? Тот, кто выходит за забор, должен принести денег. Кому? Воспитателям? Да нет, воспитатели как раз ничего и не знают. Пацанам старшим, а то... Побьют. Ага, побьют. Сашка, давай я тебе денег дам. Сколько? Да ничего мне от вас не надо. Да и вообще хвасть меня жалеть. Саша! Саша! Вовремя! Саша, подожди, Саша! 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 Саша, подожди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Понятно. Пойдем сейчас там разберемся, как ты там передумывала. Так руки ей, пожалуйста, на вы. Хоть на мы. Просто забыла заплатить. Когда не знала, да еще забыла. Да, Геннадьевич? Ой, если бы вы знали, сколько раз я это уже слышал, вы бы меня пожалели. Ну что же вы так? Сойду приличная, обеспеченная девушка, а занимаетесь неизвестно чем. Ну я же сказала, я отвлеклась. Я просто, ну знаете, переклинила. Сдается мне, Геннадьевич, она мальчишку прикрывает. Я его просто схватить не успел. Не было никакого мальчишки. А ведь мы проверить можем. А зачем? Я вам точно говорю. Не было. Слушайте, даже интересно. А что это вы так упираетесь? Он вам кто? Да никто, мы даже не знакомы. С кем не знакомы? Вы же говорите, не было никакого мальчишки. Ну что, вы и дальше отпираться будете? Понятно. Ну что ж, тогда в отношении вас наступает уголовная ответственность. Карается огромным штрафом, либо лишением свободы сроком до пяти лет. Подождите, какая уголовная ответственность? Какое лишение свободы? Мне нельзя, я не могу. А воровать, значит, можно? Да вы не понимаете. Я же усыновить его хочу. Господи. Кого? Мальчишку этого, которого не было. Сашку. Понимаете, если суд или лишение, мне же его не отдадут. Что делать? Что делать? Я не знаю. Пусть решает проблему. Да, я... Не надо. Проблема же не у нее, а у пацана. Я это знаю сам из детдом. С телефоном все в порядке? Да, что ему сделается? Пошли. Держи. Все. Никогда я тебя не понимал, Геннадьевич. Не поймешь. Это он? Можно поговорить? Да не боись, пацан. Все нормально. Ну, я тебя молодец. Не сдала. До последнего держалась. Иди сюда. Знаешь что? Ты своими в детдоме, старшему, скажи, что у тебя дядька троюродный в охране работает. Если они еще раз с ума, сам придет и всем наваляет. Знаете, я как-то сам разберусь. Тоже вариант. Пойми. Они же все трусы. Их до один на один сдрефят. А сильны только, когда их свора. Ладно, что стоишь? Давай к мамке иди. И больше так не делай. Договорились? Угу. Спасибо. Слушай, я... Я больше никогда... Веришь? Пойдем. Слушай, ну так оставлять нельзя. Давай я с директором поговорю, а? Нет, с ним точно не надо. У нас со стукачами разговор короткий. Нет, ну должен же быть какой-то выход. Может, ты зря от денег отказываешься? Ага. Чтобы прийти и сказать на тебе, для вас ворвало. Так получается? Ну да, тоже нехорошо. Может, к нам? Ну, домой пойдем. Ладно, только пойдем через хозяйственный. Зачем? У тебя там две лампочки перегорело. Надо будет заменить. Да, я ее не замечала. Сороковатки с узким цоколем. На свечку похожи такие прозрачные. Ха-ха. Ну ты даешь. Ну, у меня просто завхоз как друг. Хороший дядька. Время от времени у меня учит. Молодец какой. Не то слово. Ладно, еще что-то поломанное есть? Ой. А, ножку и мольберт шатается. Прикрутим. Инструменты есть? Не знаю. Купим лучше уже это купить, чем телефон Машки Зиновьёй, да? Какой Машки? Неважно. Больше ничего? Крам течет. Сделаем, значит. У вас тридцатка, скорее всего. Ну, вот и все. Класс. Спасибо. Так, а где этот ваш мольберт? Мольберт. Мольберт. Вот он. Я увлекаюсь живописью. Так и что у него? Ножка шатается, видишь? Хочешь, подержу? Да. Твой папа тоже всегда старался все делать по дому сам. Так он же вроде богатым был. Ну? Говорил, что настоящий мужчина должен уметь работать руками. Понятно. Интересно, потому что наш завхоз тоже так говорит. Может, поэтому он такой умный. Приложи телефон к уху. Что? Сделай вид, что разговариваешь. Что? Что? Ничего, это телефон пропущенный. Звонок. А. Срочно езжай в офис. Это важно. У меня здесь дела поважнее есть. Туфя, промедление равняется катастрофе. Если тебе не с кем его оставить, бери с собой. Что он будет делать в этой вашей корпорации монстров? Ну, монстров не монстров, а 40% в городе. Это наша работа. Так что там есть на что посмотреть. Хорошо, едем. Саша, хочешь посмотреть папину строительную компанию? Ну, почему бы и нет? Отлично. Тогда я сейчас перейдем, если поедем. Хорошо. Я тебя умоляю, только без этого. А я что, тоже мой отец построил? Угу. Гениально. Ага. Неплохо. Неплохо? Так, веди его в переговорную. Там есть макета новых объектов. Угу. Посмотрит. По сама в кабинет и вызови всех замов. Угу. Чего вы все время вот это вот ухлкаете? Я по телефону. О, а вот это вот уже поинтереснее будет. Да? Ну что, неплохо? Ты идешь? А? В смысле, я же... А я по телефону. А-а. Бегу, бегу. Пойдем. Ты помнишь наш предыдущий разговор? Уволить Валентину – это разумное решение. Это мое решение. Я услышала твое мнение. Отлично. Наталья Анатольевна, добрый день. Вы звали. Что-то случилось? Пока ничего. Но сейчас случится. Нас ждут грандиозные перемены. Перемены? Вы присаживайтесь, Валентина. А вот вы, Олег, постойте. Как говорится, смерть лучше встречать стоя. Что? Не понял. Что? Не понял. Ну, а что же здесь непонятно? Мне кажется, все ясно. Я совсем понимаю, что вы имеете в виду под словом смерть. Сегодня утром я обнаружила на своем столе документы. Весьма сомнительного толка. Я уверена, что это вы, Олег, подсунули мне тихонечко их на подпись. Документы? Я ничего не знаю ни про какие документы. Я их, простите, в глаза не видел. А? Наталья Анатольевна. Теперь вспомнили? Вы думали, что я прочту и ничего не пойму? За дурочку меня держите? Я, Наталья Анатольевна, никуда и ни за что вас не держал. Значит, все-таки думаете, что я разберусь? Конечно, разобрал я. Вы же директор. А с чем разобралась, если вы ничего мне не подсовывали? Кстати, на кого зарегистрировал на налет? На налет? Какой на налет? Вот этот на налет? Олег? Ты меня подставила, да? Подбросила? Я здесь ни при чем. Ты сам себя только что сдал. Суровая ты женщина, Наталья Анатольевна. Идите, Олег. Идите. И ты тоже иди. Хорошо. А вас, Валентина? Я попрошу остаться. Чтобы я сдох. А вот это вряд ли. Учитывая твое нынешнее положение. Что, простите? Нет, нет, извините, это я не вам. Не обращайте внимания. Давайте перейдем на ты. Как видишь, руководитель из меня никакой. Так что будешь исполняющей обязанности. Ну, ты же любила Николая. Значит, сохранишь его бизнес. То есть тебе не было скучно? Нет, конечно. Папка-то у меня крутой оказался. Он сколько всего отгрухал. Да, он у тебя хороший, правда. Был. Был. Никак не могу привыкнуть, что его нет. Понятно. Здравствуйте. Здорово, Саша. Здрасте. Жалко, что тебе приходится сюда возвращаться. Угу. Но ничего, скоро все изменится. Я сделаю документы на усыновление. Ну да, мне же не привыкать. Саша. Прости его. И меня. Угу. Может, я все-таки дам тебе денег? Да нет, не надо. Я сам разберусь. Еще увидимся. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Уверен, что поступаешь правильно? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Саша! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А у Муйкова Сергеев не отставайте. Ты у меня, конечно, молодец. Но тут совсем другое дело. Это же ребенок. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Понимаешь, я в нем тебя вижу. Ты появляешься, исчезаешь. Может, очень скоро исчезнешь. Совсем. Я, конечно, наделала кучу своих ошибок. Но сейчас мне больше всего хочется исправить чужое. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Наташ, если ты усыновишь Сашу, ты сделаешь то, на что я не решался сам. При жизни. Фил Олегович, я зайду? Да, конечно. Проходи, Саша. Садись. Хорошо погуляли с Натальей Анатольевной? Нормально. Что-то не так? Фил Олегович, я могу вам доверять? Саш, ты же не первый год меня знаешь. Конечно. Я почему их спросил, просто дело особое. Я-то, может, скоро и уйду, но в общем, хочу одно отдельство сделать. Хорошее. Нужна ваша помощь. Ну, для хорошего дела ничего не жалко. Говори. Мне нужно, чтобы вы разрешили мне украсть ваш смартфон. А ну, иди сюда. Ну, что завхоз, деньги принес? Нет. Ты что, оборзел? Да вломи ты ему уже. Стой, не получилось с деньгами, но я у опекунши телефон отжил. Солидно. Только он не бабский какой-то. Да не, Машки проканает. Че? Ничего, общий сбор в спортзале, директор вызывает. А ну, брысь отсюда. Сам, брысь. Ладно, идем. Выкрутился, да? Ну, если я говорю деньги, значит, деньги несешь. Понял? Ну, что, Настя, всех собрала? Да, Михаил Олегович. Молодец. Итак, многоуважаемые господа, товарищи, дети. Я собрал вас для того, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие. Дело в том, что в нашем детдоме ЧП. Так в МЧС звонить надо, а мы-то че? Да? Я бы, может быть, так и сделал. Только вот дело в том, что я не знаю, где мой телефон. Посеяли где-то. Так позвонить на него надо. Молодец, Дим. Я даже не подумал, да? Анна Дмитриевна, пожалуйста, наберите меня. Максим? Максим? А вот это и есть наше ЧП. Телефон. Оказывается, все украли. Спасибо, Анна Дмитриевна. Это не я. Я его не крал. Я его нашел. Да? И где? Лежал во дворе. Скажите, пожалуйста, какой у нас удивительный двор, дети? Чего там только не лежит. Телефоны под каждым хвостом. Так вот, Максим, в качестве наказания ты будешь подметать этот двор две недели. Каждый день. утром и вечером. А чё я? Ах, да. Я забыл. У тебя же есть друг, Иван? А чё я? Вань, друзей везде не бросай. Верно, дети? Да. Мы же должны помогать друзьям, да? Да. Оба. Ко мне в кабинет. Все свободны. Да. Света Слав Игорьевич. Вечер добрый. Принято. Привет, Олежа. Сто лет, Сто Зимов. Да, я смотрю, ты разжился. Кабинетик. Девочка на ресепшене красивая. Чего позвонил-то? А тебя же не дождёшься-то. А я по делу. Решил, наконец, подлечиться. Хорошо. Мой дурдом для тебя всегда открыт. Да тьфу на тебя, не дождёшься. Да шучу я, шучу. Что у тебя? Видишь ли, какое дело? У меня на фирме девушка появилась странно. Видел себя специфически. Ну, в чём выражается? А вот я тебе сейчас видео одно покажу. ты мне и скажешь. А? Треугольничек нажми. Как ты мог? Как ты мог, а? Ну, да. И часто с ней? Да знаешь, я видел только один раз, но... Ну, по одному разу трудно судить. Всё что угодно может быть. Так-то, по виду, не скажешь, что она сумасшедшая. Знаешь, там ещё много чего у неё. Она вот по странам странно-странно водит. И... Ну, ты перестань, ты пикант. Ну... В общем, травма головы у неё была серьёзная после аварии. Так, а от меня-то ты что хочешь? Видишь ли, я бы хотел... Тут у меня копия её паспорта, полисы. Я бы хотел, чтобы ты поставил её у себя на учёт. Задним числом. Но почему же не помочь хорошему человеку? Это она-то хороший человек? Поверь мне, Светлана Слава Игоревич, она человек очень специфичный. Да я тебе, Олежа, дорогой, я тебе. Да тьфу на тебя снова, ну... Шутник. Выпить есть? Ну, конечно, найдём. Нищи. Найдём сейчас. Фиатр. Наталья Анатольевна, вы прекрасно выглядите. Неужели получили разрешение опекунского совета? Я вас поздравляю, от меня никакой помощи не требуется? Спасибо, обойдусь. Вы знаете, а я думаю, что вам просто-таки необходима помощь с вашими-то проблемами. Какими проблемами, Олег? Проблемами? А вот такими. А ещё вот такие. Оказывается, вы давно на учёте. Как вы думаете, если я кому-нибудь покажу это видео, оно кого-нибудь заинтересует? Вот подонка. Нет, ну, разумеется, мы с вами можем обо всём договориться. если я займу кресло генерального директора. А если я этого не сделаю? Вы что, меня в психушку посадите? Что вы? Я же ведь не сумасшедший. Я понимаю, что для этого нужно решение суда, окончательное заключение медицинской комиссии. Вперёд! Буду ждать заключения. А может быть, я просто поднимусь на второй этаж и включу это видео? И тогда ваше усыновление окажется в прошлом. Как и ваш муж. Я ему сейчас морду набью. У тебя это вряд ли получится. Отчего же? Отнимите у меня телефон. Мне нужно позвонить адвокату. Хоть президенту, Наталья, хоть президенту. Значит так, первое правило бизнеса, если тебя припёрли к стенке, соглашайся на все условия. Зря мы затеяли всю эту историю с увольнением. Нет, не зря. Значит так, соглашайся, он потеряет силы, а ты выиграешь время. Давай. Хорошо. Хорошо, Олег. Я всегда знал, что вы договоры способны. Пойдёмте, машина там. Странный выбор места. Просто это единственное место в компании, где нет камер. А за тобой кто-то следит? Он хочет упечь меня в психушку. Кто? Олег. Ах, вот оно что. Если я не назначу его генеральным, то, судя по всему, так оно и будет. А я не смогу установить Сашку. Да. Связи у него есть. Что со мной? Он и обещал оставить тебя своим замом. Тебе есть, что сказать? Я тебя понимаю. Хоть у меня никогда не было детей. Хоть у тебя есть. Хоть у тебя есть. Ну, правое слово. Ну, что вы как на свадьбе? Разрешите я сам, раз уж. Короче, коллеги, на сегодня новость такая. Владелец компании своим приказом назначает на должность директора компании «Кедр-Провстрой» Турновского Олега Владимировича. Ну, вообще-то в этом месте я, честно говоря, планировал аплодисменты. Товарищи, ну, можно громче, громче. Я всех вижу неуверенно. Да, это еще не все. Своим первым приказом я отстраняю от должности Кирющенко Валентину Романовну. Валентина, спасибо за честный труд на благо компании. Светочка, документики об увольнении через 10 минут ко мне на стол. Я все правильно сделал, Наталья Натальевна. А теперь то, о чем мы договаривались. О чем мы договаривались? О том, что ты отдашь мне запись. Запись, запись. А, об этом. У вас битус включен? Не надо из меня дурочку сделать. Сотри запись при мне сейчас. А? Давай. Ну, конечно. Пожалуйста. Раз, два, три. Все. Запись удалена. Теперь все окей, я могу идти. Иди. А я подумаю, что я с тобой сделаю. Ну, что ты сделаешь со мной? А? Ну, что ты со мной сделаешь? У меня это запись дома на компьютере, на рабочем столе. Вот такая иконка. А еще в облаке. Вот знаете, что облако? Отличная вещь. Три нажатия, оно в интернете. Раз, два. Какая же ты сволочь, а? Да просто ты меня плохо знаешь, Наталья Анатольевна. Я ведь вас могу живьем сожрать. Вместе с специально. Да, Наталья Анатольевна, и верните, пожалуйста, мне ключи от кабинета и электронный пропуск на охрану сдайте. Это моя компания. Пока, Ваша. Пока. Пока. Даже если я смогу забрать Сашу везде дома, он же в любой момент может показать ту видеозапись от бекуна. Наташ, подожди. Какая же я дура. Думаю, изменилась, такая осталась дура. Наташ, подожди, выслушай мне. Дело все в том, что когда вынимал Олега на работу, я попросил службу безопасности составить на него досье. Ну? Там есть интересные вещи. Незаконные сделки, вывод активов в офшор. Ну, я его убрал за то, что он такой ушлый. Ну, и где эти документы? В общем, у меня есть банковская ячейка, но там хранятся разные вещи. А, у тебя еще и ячейка есть. Угу. И что же там хранится? Ну, там разные вещи. На случай экстренного отъезда. Ты же понимаешь, бизнес – это вещь непредсказуемая. Когда ты собирался мне об этом сообщить? Я говорю, вот. А, после смерти? Классно. Ну, подожди, подожди, Наташ. Ну, я правда собирался тебе сказать. Правда. Я вот умирать не собирался. Наташ, ячейка там. Светится о смерти с собой? Дурак. Ну, все, я теперь свободный человек. Поработай еще немножко. Что это? Я плохо в этом разбираюсь. Сама посмотри и скажи, что можно с этим сделать. С этим многое можно сделать. Очень много. Практически все. Девчонки. Обе. Слушайте, а я что-то не заметил, что свечка вас на прием ко мне записала? Вы что-то хотели? Обсудить кое-что хотели. Обсудить? Или покаяться? Ну, с тобой, Валюш, мы еще потом все обсудим. Если захочешь. Ну, а ваша ария, Наталья Анатольевна, боюсь, исполнена окончательно. Не хотелось бы вас огорчать, Олег Владимирович, но боюсь, что вы ошибаетесь. То есть вы все-таки решили попрощаться с усыновлением или с дейспособностью? А, может быть, и с тем, и с другим? Интересно, от чего придется отказаться тебе, Олежек, когда вот эта папка попадет в заинтересованные руки? Папка. Ну что ж, полюбопытствуем. О, красиво. А здесь? А, а даже так? Угу. Десять. Десять. Думаю, Валечка, даже для меня это перебор. Десять лет строгача. Там, в особо крупных. В особо крупных. В особо крупных, да? А может быть так? В особо мелких? О, какие маленькие кусочки. Ву, ву. Да. Ну, это же, наверное, копия, да? Конечно, копия. А оригинал где? Оригинал у меня дома на рабочем столе. Вот, знаете, такой толстой папки. Но есть еще облако, которое на охоте, знаете, где? Где? В прокуратуре. Ну, что ж. Управдома из меня, как говорится, не вышло. Ну, и ладно. Вы же, наверное, узнали из этих документов, что у меня есть на черный день. В офшорах. Ну, что ж. Видимо, этот черный день настал. Придется пожить на море. Лет десять. Да, ничего ты, Валюша, не поняла. Не поняла. Какие-то проблемы? А у вас штраф не оплачен. Ух ты. Это какой штраф? За превышение скорости. Опа. Смотри, у мужика штраф на 15 миллионов. Уже на 17. Слушай, этого не может быть. Может, ребятки. Может. Что? Какие 18 миллионов? Откуда у меня штраф 18 миллионов? Это я с какой же скоростью должен был ехать, чтобы получить такой штраф? А я откуда знаю? Где вы ездите? На каких транспортных средствах? Это я что же по-вашему, со скоростью света, что ли, гонял? Следующий! Какой следующий? Какой следующий? Девушка? Следующий. Стойте там, где стоите. Значит так. Я не знаю, что у вас там за приложение. Мужчина, у вас какие-то проблемы? Нет, у меня нет проблем. Это у вас проблемы с измерениями. А у вас проблемы будут, если вы будете мне это все предъявлять. Ваши документы. Мои документы? Да кто ты такой, чтобы рассказывать? Стой, стой, стой! Уважаемые пассажиры, вовремя, 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 вовремя. Я смотрю, закончила? Ну, почти. Как раз вовремя. А то мне уже они намекнули, что я слишком тут задержался. Кто они? Ну, оттуда. Говорят, что ты меня держишь. А ты должна меня отпустить. Наверное, не стоит с ними ссориться, да? Это он? Похож. Нас сегодня с тренировки пораньше отпустили. Ты знаешь, я сейчас удивительную вещь поняла. А оказывается, настоящая любовь меняет не только тебя самого, но и мир вокруг. И она никуда не уходит. С человеком она остается. И делает нас лучше, сильнее. Открывает нас новое. Можешь прощать. А может, действительно у меня было слишком сильное сотрясение? Но зато теперь я абсолютно точно знаю, что именно он спас меня от настоящего безумия. Ведет меня дальше. Нас. 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 Нас.